Это лето 13-го года, когда я устроился с обкором на канал Украина. Последние несколько дней перед началом учебного года хлопотливые. Нужно купить форму, тетради и множество школьных принадлежностей. Но для некоторых первоклассников подготовка к школе может быть оморочена. У родителей нет денег даже на самое необходимое. Вот и мы решили помочь. В Луганске организовали акцию «Собери портфель другу». И я решил, что я вытянул просто золотой билет. У меня есть семья, у меня есть ребенок, у меня есть квартира, у меня есть машина. Зарплата почти была тысяча баксов. Для Луганска это был просто космос. Я там уже все себе распланировал сделать ремонт. Поедем, наконец, первый раз за границу. Купим собаку, домик под городом. Став с обкором на канал Украины, я решил, что вся моя жизнь устроена. Полгода, да, я походил с счастливым человеком, а затем все рухнуло. Родился и вырос в Луганске. Ничем особо не примечательное детство, такое же, как и у всех. Помню годы занимался футболом. В местном детско-юношеском спортивной школе «Зарей». Видел себя и представлял, ну, как и все, наверное, мальчишки в таком возрасте, каким-то футболистом. Ну, потом вмешалась травма, заставила, скажем, подумать не только о футболе, а о чем-то еще в жизни. И подумал о журналистике. Я решил, что попробую стать журналистом. Почему-то мне мечталось, что я буду, представлялось, что я буду работать в какой-нибудь газете. Вот, но так вышло, что все 13 на телевидении. Я в течение этих 13 лет уходил из профессии, возвращался. И я понимаю, что это то, чем бы я хотел заниматься всю жизнь, наверное. Считаю, что я что-то делаю, что для государства необходимо сейчас. Мы работали в одной редакции новостей на Луганском телевидении. Саша очень дружил с моим будущим мужем. Они учились вместе, и это были двое друзей, с которыми никогда не было скучно, скажем так. Это всегда был смех и веселье. Даже в редакции нам было весело. Иногда они делали мечи из каких-то бумаг, на которых мы обычно распечатывали. Складывали, делали какие-то импровизированные ворота, мечи. Конечно, это не постоянно так было. Мы иногда и работали тоже, но когда случались такие перерывы, такие они, ребята, с ними не соскучишься. Два такие, человек-оркестра. Человека-оркестра, как говорится. Это был первый курс, который я преподавала. И первый год, и первая группа, собственно, в которую я зашла. Моя самая любимая так и осталась. На одной из задних парт сидел Саша. Саша Миша. Несмотря на свою внешнюю такую закрытость, вроде бы, обаятельный парень, симпатичный, что уж греха таить. И такой немножко хулиганистый. И видно было, что по характеру он больше новостичек. Не столько аналитик, сколько новостичек. Становление в профессии, в нашей, к сожалению, не происходит в постоянном конформизме. То есть, если ты совсем соглашаешься, вот хорошим ты уже журналистом вряд ли станешь. Потому что ты будешь удобным журналистом. Саша не был удобным журналистом с самого начала. Таких не очень любят. Но его любили, скажем, не начальство, а сотрудники, коллеги. Сознательное обучение журналистики, это как раз совпало с тем, что я пошел, мы с другом пошли работать на местной областной телевидении. Как это часто бывает в университете, когда пришел журналист из областного телевидения, он тогда был, это Евгений Соломин, он тогда был главным редактором, шеф-редактором новостей на областном телевидении. И сказал, типа, кто хочет, приходите к нам на телек, будете работать, посмотрите, что там как. Вот, и мы пришли всей группой нашей студии, всей нашей группой пришли, но остались в итоге только я и вот мой друг Михаил Баранов. У меня никогда не было мысли, почти никогда не было мысли уехать в Киев. Хотелось что-то делать, развиваться. Ну, круче всего было быть собственным корреспондентом какого-то центрального канала. Так вышло, что СОПКОР от канала Украина, Игорь Крымов, он уезжал в Киев, он решил уехать в Киев. Соответственно, освобождалось место в Луганске СОПКОРа. Ну, так получилось, что из всех кандидатур, которые там были, выбрали меня. Полгода, да, я походил с счастливым человеком, а затем все рухнуло. В Киеве Майдан, для нас это, на нас это особо не отражается. Ну, то есть, у нас есть свой собственный Евромайдан, и мы освещаем эти события. Уже в феврале так начали появляться пророссийски настроенные активисты. Появилась такая организация «Молодая гвардия», которая в социальных сетях вокруг себя собирала вот таких пророссийски настроенных людей. Потом появились казачки. Они получили иллюзию власти на улицах города. Они там приходили с травматическими пистамилетами, с нагайками ходили, и такие там с повязками, что вот они там друженики, они контролируют, значит, помогают контролировать безопасность города. И они нападали на киквистов, в том числе евромайдановцев. И вот это такой был... Мне тогда показалось, что это был первый звоночек, когда... Ну, что нельзя так делать. Нельзя просто давать человеку с улицы иллюзию власти. Я не могу сказать, что в 2014 году я ощущал себя каким-то патриотом Украины. Было чувство несправедливости просто. Так не должно быть. Ну, не должны казаки ходить с нагайками по улицам города и решать, значит, что... решать, что мне делать. Первый, кто попал под удар, это были активисты Евромайдана, которые открыто декларировали свою позицию. Мне кажется, это был сценарий спланирован России на журналистов проукраинских и вообще центральных каналах. Это было... Ну, то есть, подавить их какую-то активность вообще, чтобы они не могли снимать или они бежали из города. В том числе, это вот этот инцидент, это одно из... А может, и первый захват здания областной администрации. Активисты и журналисты начали разъезжаться из города. Все, что я делал, я старался выполнять свою работу. Мы продолжали... Оператор Витя Белогорцев, мы продолжали ездить на съемки. Освещали все, все, что происходило в городе вплоть до июня месяца. Был такой вопрос. Когда наступит та точка невозврата, когда ты поймешь, что нужно уезжать? Они настроены агрессивно против всех журналистов, кому бы не было это отношение к какому каналу или газете, или интернет-изданию. Они открыто наносили удары, то есть они не боялись того, что будет что-то зафиксировано на какую-либо камеру. Держи! Материал удаляй! Удаляй! Материал удаляй! Удаляй! Единственное, с кем я держал связь постоянно, это Женя Соломин был. И мы тогда говорили, что хотя бы раз в день друг с другом перезваниваться. А если кто-то не выходит на связь, то значит что-то случилось и нужно искать, потому что тогда уже вовсю тягали на подвал и мы знали все эти ужасные истории. У Жени были источники среди сепаратистов. И когда вот это он исчез со связи и вернулся на связь, он позвонил мне и сказал, что Саня, мне сказали, что... Мне позвонили, сказали, у тебя есть полчаса, чтобы забрать родных и уехать из города. А к тому моменту в городе уже были захвачены все административные здания, 102 не работал, ГАИ не было на улицах. Попасть за баррикадой на территорию палаточного городка украинским журналистам по-прежнему тяжело. Уже на подходах к захваченному зданию действует сразу несколько так называемых пунктов пропуска. И поэтому, когда он позвонил и сказал, что он уехал, я понял, что вот эта точка невозврата наступила. После так называемого референдума в так называемой Луганской я попросил отпуска, потому что мы целый год работали практически без выходных. 18 мая я уехал из Луганска, 19-го я был уже в Киеве. То есть поехал с маленькой сумочкой вещей летних в отпуск на две недели. Ну и все, и больше не вернулся. Ну, до последнего он не сдавался. То есть я, находясь здесь уже в Киеве, понимая, что происходит уже после того, как погранчасть начали бомбить, мы созванивались, спрашивал, как дела, как все. Но я не сдаюсь, я буду здесь до последнего, типа в логове врага. Все, что смогу, буду делать. Казалось, это долг мой, вот какое-то сопротивление оказывать. Мы там, даже я переписывался с активистами, и мы обсуждали какие-то варианты, каких-то листовок. Я, находясь здесь, подошел к Владу Грузинскому, это был наш региональный, начальник регионального отдела экономики Украины, да, непосредственно наш начальник. Подошел, сказал, говорю, Саня, ну, Влад, нужно что-то делать, потому что Саня, ну, не сдается, все ему бесполезно. Влад тогда позвонил, мы вышли с ним во дворик, тут сидели, Влад позвонил и сказал, Саня, ну, типа, у тебя два варианта, если ты хочешь по-нормальному, то есть приезжаешь в Киев и устраивайся уже здесь, в центральном офисе, ну, либо все, оставайся там и там занимайся. Ну, понятно, что Саня, скорее всего, подумал, решил все-таки уехать. Долгое время со мной об этом на эту тему никто не, на тему выезда никто не разговаривал из Киева, а потом Влад Грузинский позвонил, мы с ним очень близко общались, с того момента, как он, собственно говоря, взял меня на работу, на канал, и он позвонил и сказал, Саня, бери билет. И, ну, я понял, по крайней мере, ну, в этот момент как-то, ну, что где-то ждут. я обратился тогда к менеджменту на канале, я говорю, что, ну, людей нас забирать, потому что по-другому нельзя, ну, потому что им там это опасно. А у меня же еще такой, может быть, у меня комплекс провинциала, но тут же все такие столичные звезды. пусть идет включается, это все, включаться-то, конечно, можно, но только потом он там остается жить. И надо, наверное, все-таки ответственность какую-то и осознанность иметь за то, какие последствия могут быть, если он будет включаться на канал. Было очевидно и было логичным вариант уезжать, потому что там дальше оставаться было очень опасно. Он же не бежал от войны, он просто уехал, потому что там было небезопасно для семьи. Понятно было, что оставаться там дальше смысла нет. Помню ощущение беспомощности абсолютно отвратительное, я не терпеть не могу это чувство, когда болеют твои дети или когда ты ничего не можешь сделать, вот как в этой ситуации. ты понимаешь, что это все неправильно, но здесь и сейчас ты ничего сделать не можешь. Купил билет и мы уехали с семьей. Уехали в Киев и приехали 6 июня на День журналиста. Друг Миша Баранов и его супруга Юлия Левицкая, мои друзья очень близкие и они первое время мы жили у них дома, вот за что очень большая благодарность им, что они приютили. первое время надо было где-то жить. Первое время надо было где-то жить и Саша с женой и маленьким сыном, пока не сняли квартиру, первые две ночи ночевали у нас. Ну и, конечно, помню такие эмоции, когда они приехали к нам. это была какая-то растерянность. Открывается дверь, люди заходят, и они не знают, где сесть, как стать, куда посмотреть. Чувствуется неловкость, что им приходится просить нас об этом, что у них нет другого выхода. Тогда это был настолько эмоционально насыщенный период, когда приехали мои бабушка с дедушкой. Просто там, в Луганске, стреляли. Они с испугу побежали на вокзал, как оказалось, на последний поезд, который шел в Киев. Купили билет, приехали к нам. Я помню, как они сидят на двух креслах, в глазах полная растерянность. Что они на старости лет, как два воробья, потрепанные, нахохленные, огорченные, что им пришлось уезжать с насиженного места из родного дома, потому что там стреляют. Все это жесткая фаза, летнее противостояние на востоке. Потом это переросло в фазу обстрелов Луганска. А потом мы так, так получилось, что с Витей поехали в Мариуполь совершенно по другой теме. Война нас, ну, война нас и там, короче, с ним достала. Вот, и мы уже начали, и где-то вот, с конца августа я начал работать по военной тематике. Первый год, когда ездил, с 14 по 15, я в Киеве там особо и не бывал, я весь год провел в командировках, и ты типа там две недели туда едешь, и такой, война, 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 приезжаешь в Киев, там какие-то выходные, и ты вообще не понимаешь, что там происходит. Мне стало казаться, что я делаю недостаточно в условиях этой всей войны, и так как у меня прописка была Луганская, то меня не могли призвать на войну. К своему стыду, скажем так, думал о том, когда же уехать из Луганска. А нужно было думать о том, а как бороться в Луганске, как еще можно бороться в Луганске, какими еще способами можно бороться. Это я уже себя корю, что я так думал в 14 году уезжая из Луганска. И где-то с зимы, наверное, после Нового года, с 14 на 15, я решил, значит, что мне тоже нужно идти. Я абсолютно не армейский человек, я был далек вообще от этой армейской тематики. Но я хотел, короче, чтобы мне дали повестку, и государство меня забрало на войну. Один раз я пришел, сказал это тогдашней супруге, бывшей, что я хочу, значит, пойти воевать. И вот этот билет, этот, значит, приписной, она разорвала на мелкие кусочки, потому что было против. И потом, когда я пришел, а, значит, я его склеил, я собрал эти кусочки, кроме одного, склеил скотчем, и пришел в военкомат. Он сказал, что я хочу, чтобы вы меня мобилизовали, что мне нужно сделать. Решение было принято, и никто не мог мне ничего сказать. Я и супруге, после того, как она разорвала, я уже не говорил. Когда у меня уже был на руках повестка, которую мне выписали прямо в военкомате, меня провели в медкомиссию, я прошел уже в военкомате, когда в день отправления супруга провела, меня ушла, и я остался один. И я стоял на заднем дворе военкомата, и вот в тот момент я только понял, что это происходит на самом деле. Куда отправят, и где мы вообще окажемся там, и кто там вернется, не вернется. Часто говорят люди военные, солдаты, что не боится только дурак, и все остальное. Мне кажется, что в какой-то степени они лукавят, потому что, ну, конечно, страшно. Отношение к смерти вообще, оно, по крайней мере, у меня там изменилось в плане принятия. Просто в какой-то момент когда я приехал, и там какой-то был первый обстрел, и ты такой, я понял, что это все по-настоящему происходит, то ты просто осознаешь, что ты можешь погибнуть. Ну, типа, тебя могут убить, смерть может наступить. Я себе решил, что я больше не буду об этом думать. Я сделал себе медальоны смертника, да, армейские жетоны, так называемые, где вот, если умру, я буду без головы, вот по жетонам определяют там, что я там, Саня Махов. В какой-то момент написал прессмертную записку, попросил, чтобы не отправляли тело в Луганск. Я посмотрел, как изнутри это все вообще происходит, при всем уважении к моим коллегам военкорам. У меня есть много ребят отличных, отважных, но они не смогут понять, пока сами не побудут в этой шкуре, что это такое, там. Ты 7 месяцев ходишь в туалет, в дырку в земле, ты с 5-литровой бутылки можешь помыться, постираться, еще останется вода, чтобы часть это сделать. И даже когда приезжал на побывку, он всегда приезжал с торта. Он не говорил, что я там буду или не буду. А тут как-то уже подписали, подписал президент указ о том, что, о ротации, и они уже должны вернуться. Я прям каждый день пишу, ну что там, ну что там, нет приказа, нет приказа, нет приказа, нет приказа. Я говорю, не может быть, ты все врешь, потому что приказ есть. И потом в какой-то определенный момент он заходит в военном форме, в камуфляже с этим тортом и пахнет окопом. И, ну вот, конечно, ты не знаешь, что делать, что радоваться, плакать, обнимать, бежать, убегать, благодарить. Спасибо, что живой, спасибо, что защищаешь, спасибо за то, что ты делаешь. Что делать? мы живем в войне, но мы не знаем, насколько глубоко война попала в нас. И очень, очень круто, что есть люди, которые готовы пустить в себя, в свою жизнь войну намного глубже, чтобы эта война была от меня как можно дальше. На самом деле, я очень благодарен телеканалу и в лице людей, которых вот, с Аленой и все остальные люди, которые работали на канале и работают, потому что меня поддерживали и мое решение любое поддерживали, посылки присылали. Я очень благодарен этим людям, в том числе, благодаря им я вернулся живой. Мне кажется, что события не могут влиять на совесть, а у Саши совесть такая, ну, у меня слов не хватит описать, что я чувствую по отношению к этому человеку, потому что это невероятное уважение, потому что он очень, ну, вот он такой мужик-мужик, в хорошем смысле слова, он думает о тех вещах, которые там, ну, не все задумываются люди, там, воспитание детей, о том, что и как, о каком-то отношении к родине, к родине в смысле в своей стране, в этом смысле. Не в пафосном, как на Советском Союзе учили, с чего начинается родина с каждым-то в твоем букваре, а прямо вот со своего города, со своей улицы. Я сейчас скажу, наверное, две вещи, которые, я уверена, и Саша, если услышит, точно со мной согласится. Очень тяжелое время, наступает два раза в году у каждого луганчанина. Первое, это когда зацветает акация, потому что наш город, это город цветущих акаций. И второй период мучительный совершенно, когда появляются абрикосы. Друзья мои, это трэш. Я пять лет ищу абрикосы, которые хотя бы чуть-чуть напоминали мне луганские. Семья сложная история. Каждый раз, когда я пытаюсь что-то доказывать, это все заканчивается плачевно, это все заканчивается скандалами, потому что я тоже не могу назвать себя скажем, спокойным и неконфликтным человеком, особенно, если это касается темы Луганска, страны, Украины. Сложно говорить, я не знаю, удается ли кому-то из других переселенцев, которые в такой ситуации находятся, когда родственники близкие находятся по ту сторону и с совершенно другой позицией, есть ли возможность не оговорить на эту тему. В здании СБУ в подвале сидят украинские военные в плену уже несколько лет, а я буду с мамой говорить типа про помидорчики, ну что, типа сомнительно, что за чушь. Я не могу делать вид, что все хорошо, поэтому у нас нет возможности наладить какие-то разговоры и общения, потому что ее мужчина, мой отчим, который воевал за ЛНР, у меня в голове это не складывается просто ни в какие пазлы. материал удаляем. Удаляем. Я не разучился строить планы, потому что раньше у меня была жизнь спланирована моя, а потом, когда все сломалось, то я понял, что когда люди стали предавать, когда все, твоя жизнь вся полностью разрушилась, мне хочется просто что-то делать, создавать. Раньше для меня были важны материальные вещи, автомобиль, квартира, еще какие-то такие штуки. Сейчас я не говорю, что мне не нужны эти вещи, но я как-то проще к этому отношусь. Я не хочу себя ничем привязывать к чему-то. Просто живу, наслаждаюсь жизнью, верю в счастье, что можно чувствовать себя счастливым, наверное. Было бы неплохо. И я стараюсь жить эмоциями. Я там не люблю, когда мне дарят какие-то подарки и спрашивают, что подарить. Я все могу себе, если что-то мне нужно, я себе все сам куплю. Поэтому лучше что-то проведем вместе день, получу какие-то эмоции, впечатления, что-то новое, открою что-то новое, что-то, что позволит чувствовать себя живым. К сожалению, в нашем обществе и вообще в стране такое существует философия по***рна. Или, если там более приемлемыми словами, равнодушие к тому, что происходит вокруг тебя. И вот это равнодушие, мне кажется, оно очень это такой бич страны нашей, мне так кажется. Ребята, у вас было пять лет, чтобы определиться, за кого вы, с кем вы и что вы вообще делаете в этой жизни. Те, кто там живет, я могу все понять, ну, скажем, могу попробовать понять историю каждого и никого я не осуждаю. Вернуться я, конечно, туда хочу, я хочу делать репортажи. Я понимаю, что в том числе почему я продолжаю ездить на войну, мне хочется увидеть это своими глазами. Хочется увидеть освобождение города. Я верю в то, что Луганск будет Украиной, в том числе потому, что там остались люди, которые верят в Украину, которые хотят, чтобы Украина вернулась. Украина рано или поздно вернется, туда придет законная власть и правосудие, я в этом точно уверен. Субтитры создавал DimaTorzok